Всем привет, меня зовут Дмитрий Йоффай, я основатель и руководитель экологического волонтерского соцпредпринимательского проекта «Чистые игры». Что такое «Чистые игры»? «Чистые игры» — это когда мы придумали вместо субботников, вы знаете, что есть такие субботники, люди собираются, проводят мусор и так далее, что-то из советского прошлого. Мы придумали делать соревнования или квесты, короче говоря, делать игры и в таком проектном формате. Это очень необычная история, когда мусор вдруг становится ценным ресурсом, за который люди борются друг с другом, потому что у них есть час, за этот час нужно победить, нужно брать как можно большее количество игровых очков, и собрал мусор, сдал, получил очки, побежал дальше, а если ты сортировал мусор на полезное вторичное сырье, то тогда получил больше очков. И, конечно же, такой формат, он в итоге заинтересовал корпоративщиков, и мы устроили целый бизнес из того, чтобы продавать компаниям, team building в формате соревнований по сбору мусора, чтобы сотрудники соревновались в уборке мусора, то есть они выбирали мусор, и они оплачивали это, и мы делали удобный сервис для того, чтобы это все происходило. И мы, когда корпоративщики в 2015 году, значит, второй год нашего существования, начали спрашивать о том, как бы нам такое провести, мы, разумеется, поняли, что это как бы практически корпоратив, начали считать смету, начали считать зарплату, начали считать на свою прибыль, и начали проводить. Когда наступил ковид, и массовое мероприятие было запрещено проводить, конечно, нам пришлось плохо. Но мы все равно придумали формат, когда мы децентрализованно проводили эти чистые игры, где они не начинали все в одном месте, старт, и поэтому как бы не было массового мероприятия, и, как ни странно, он продавался. Поэтому потом, еще два года назад, мы пришли к тому, что все-таки организация разоглад, и нам нужно заниматься этим системно. И перешли на битрикс, решили, что все остальные CRM и прочие системы управления предприятием, это как бы для славоков, поэтому сразу же самое крутое, это будет битрикс. Поэтому сейчас мы в битриксе увидели этот конкурс, решили записать это видео для вас, поэтому мой совет начинающим предпринимателям, на случай, если вы вдруг хотите начать, не начинайте сразу же огромное дело, сделайте свой маленький первый шаг, а потом уже посмотрите, как он пройдет. Спасибо!